привет подписчики моего канала тут мне задали вопрос это как же ты его собирался максимально сохранить как мотоблок если ты сварил раму как это рама у тебя будет сниматься ну отвечаю значит во первых я попробовал им работать дури в нем хоть и 9 лошадиных сил но немеряно ну короче этот трактор порвет любого тем более мою паховую грыжу вообще легко я кстати что-то привык как бы ну если тяжести какие-то поднимаю одеваю бандаж а так принципе она меня перестала выпадать и я про нее честно вот забыл на даче недавно косил у меня там бордюры лежали бетонные мне надо было их просто передвинуть с одного места на другое ну и в общем я без бандажа попробовал эту штуку бетонную поднять там килограмм наверно под 200 в ней веса просто надо было переместить стороны сторону и я понял что грыжа все-таки она существует никуда не делась так вот значит что у меня получается я сделал рама вот он передний адаптер вот в этом месте он расстегивается на болтах там и там болты здесь труба в трубу вставлена а здесь я сварил но ничего мне не мешает вот здесь вот взять обрезать болгарочкой в этом месте и также трубу вовнутрь заварить и точно также застыковать на двух болтах и все и принципе передний адаптер будет отсоединяться до останется вот это вот конструкция с крыльями ну а чем она мешает задние задняя навеска у меня будет полностью съемная она будет сниматься вот здесь само крепление центральной тяги вот здесь у меня швелера стоят сейчас я просто туда вал засунул у меня сейчас будут приварены еще другие швелера и на подшипниках на 206 съемных на двух гаечках нижнее вот здесь крепление здесь просто вал этот вытягиваешь взял электродами зашплинтовал пока значит вал вытягиваешь в сторону и все и навеска задняя будет сниматься вон освобождается так что принципе в мотоблок как был так и останется по своему функционалу ну на колесах что на 16 ну ради бога снимешь поставишь туда же те же мы родные мотоблочные колеса вон они лежат станет он ниже но функционал будет тот же можно так же будет фрезу подцепить и фрезой работать рыжики ну чё ты плакаешь у нас кот загул шел всю ночь где-то гуляет да иди ко мне иди мой рыжик похвастался до пришел вот так вот так по качалке по передней балке как я ее сделал вот так вот внизу лучше будет видно когда я в москве охранял мосты попросил у токаря вот такой вот винт я не знаю насколько он он большой самый большой который я смог найти попросил он мне значит там нескольких гайках сбил резьбу внутри но опять же резцы чуть не попереломал вот и гайка контрагающая с шайбой все эти гайки я поприваривал до швеллера куска и вот получилась такая у меня качалка до 5 сантиметров подушек я никаких пока не делал но ну на мой взгляд больше и нет смысла по той причине что переворачиваться тогда будет так он будет то неровности сглаживать но чтобы рама особо не ломалась ну не знаю посмотрим если чем я есть крестовина можно будет поднять это все на крестовине гораздо выше сделать балка то здесь держится вот только на этом узле поэтому как бы особо нагрузки это на нее и не несу я если даже отвал буду делать все что я буду цеплять это все будет цепляться до рамы рама цельная 60 труба 3 миллиметровая да наверно тонкая я уже потом увидел ребят в интернете кто-то делал брал швеллер 60 и сваривал превращала его в трубу ну конечно блин так 5 миллиметровая толщина 5-7 миллиметров швеллер конечно будет прочнее но на мой взгляд хватит и 3 миллиметровой трубы ну вот как то так пока вот так не грунтована блин не проварено вот смотрю а наш все попробуй проварить все таки все стыки которые где-то присутствуют ладно подписывайтесь на канал пишите комментарии у кого какие мысли какие идеи